О главных политических событиях дня поговорим сейчас с Игорем Челенко, политологом, главой Центра анализа и стратегии. Добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер, приветствую вас. Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер, сегодня в Украине. Президент Зеленский уже встретился с делегацией Сената. Что означает этот приезд накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения? Мы имеем неплохую уже традицию, когда высокопоставленные лица Соединенных Штатов приезжают к нам для того, чтобы продемонстрировать поддержку. Вспомним, как минимум, приезд Джо Байдена, не запланированный в Киев год назад. Ну, собственно, сейчас в, ну, скажем так, в ситуации, когда Конгресс Соединенных Штатов продолжает находиться в раздумьях, когда же ему стоит принимать пакет поддержки по Украине. Ну, я, конечно же, говорю о Нижней Палате Парламента. Это господин Шумер, который представляет Верхнюю Палату, все-таки приехал продемонстрировать, как минимум, то, что Соединенные Штаты стратегически остаются вместе с Украиной. И, кстати, это фактически является продолжением того месседжа, который мы получали, например, на полях Мюнхенской конференции о безопасности. Мы помним там с вице-президентом Камалой Харрис были и даже отдельная пресс-конференция с президентом Зеленским. То есть сейчас в Соединенные Штаты пока продолжает выполняться вот это домашнее задание, которое, ну, очевидно, затянулось. Мы видим такие визиты уже не впервые с сенаторов. И, кстати, мы помним, что за этот месяц это уже не первый визит непосредственно к нам представители Конгресса. И в Киев приезжали. И это сейчас показывает, что контакт Киева и Вашингтона, он очень крепкий. И коммуникация продолжается для того, чтобы достичь результата о поддержке Украины. Ну, о поддержке Украине заявили и в Европе. Вот так война России с Украиной уже слишком затянулась. И следует удвоить усилия по решению этого конфликта. Это сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Что значит этот его призыв? Ну, вполне очевидно, что сейчас европейские страны, они все-таки усиливают и военную поддержку Украины, и финансовую. В плане военной поддержки мы видим, как все-таки страны Европейского Союза 21 миллиард евро на этот год только военной поддержки. Ну, плюс финансовая поддержка 50 миллиардов евро. Мы понимаем, что основные решения были приняты в начале месяца, но продолжается вот эта бюрократическая волна. И мы видим все равно до конца как раз этого месяца, до конца февраля, я так понимаю, будет до конца принято решение о 50 миллиардах евро на всех позициях, которые необходимы. И Украина уже, начиная с марта, получит первый транш в размере 4,5 миллиардов евро. То, что мы также очень сильно ожидаем. Ну, плюс опять-таки сейчас мы видим, как европейские страны находятся в поиске полутора миллиарда евро для того, чтобы оплатить 800 тысяч снарядов, которые были найдены Чехии. Это 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов 122 миллиметра. Поэтому очевидно, что сейчас мы видим уже такое прикладное решение вот этих призывов, когда действительно европейские страны берут на себя, ну, фактически, лидерство в поддержке Украины. Накануне второй годовщины полноморшебного вторжения России в Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На нем присутствуют представители 64 государств от Украины. В дебатах участвует глава нашего МИДа Дмитрий Кулеба. Главная тема – ситуация на временно оккупированных территориях Украины. По-вашему, чего стоит ожидать от этого заседания? Ну, это заседание уже показало отличные результаты с той точки зрения, что, например, глава Генассамблеи ООН, он прямо указал, что наши встречи, которые были организованы Киевом, помним Мальта, помним Джиду, Давос и все, что касается украинской формулы мира, это целиком и полностью вписывается в статут ООН и идет в русле международного права. И это заявление, я считаю, является на самом деле очень четким месседжем для многих стран, которые еще сомневаются, как им относиться к украинской формуле мира и, возможно, даже увеличит количество наших партнеров в этом процессе во время проведения будущего глобального саммита мира, который должен состояться в Швейцарии. Но, опять-таки, мы должны понимать, что ООН слаба сейчас с той точки зрения, что ее основной, ну, скажем так, основной фактор безопасности, который должен соблюдать и делать все, чтобы мир соблюдался на нашей планете, все-таки Совет Безопасности, ну, фактически парализирован. И именно то Генассамблея сегодня является чуть ли не единственным органом, который может хоть как-то повлиять на эту ситуацию, поэтому мы должны максимально контактировать на этой площадке для того, чтобы и в виде дебатов, и в виде там других заседаний. Но это возможность для нас увеличить поддержку Украине как раз в вопросе отпора российской агрессии. Ну вот по поводу критики ООН, Бразилия, на этой неделе была встреча в G20, и Бразилия в ходе этой встречи, она председательствует сейчас там, они раскритиковали ООН за то, что сейчас не способна эта структура остановить конфликты. Как думаете, можно ли ожидать, что в ближайшее время по инициативе больших стран возникнет нечто, что сможет заменить ООН и станет более действенным? Вполне возможно. Либо нас ждет реформирование ООН, и начало этого реформирования как раз будет положено с Совета Безопасности. Мы помним, что там вообще хотят исключить, например, такое понятие, как постоянный член Совета Безопасности, и на ротационной основе менять 18 членов таким образом, чтобы максимально включить и глобальный юг, и представителей с разных точек мира. Но мы должны понимать, что действительно ООН, к сожалению, она себя очень сильно дискредитировала. Не только в войне России против Украины, своей неспособностью все-таки вмешаться в эту ситуацию. Она себя дискредитировала, например, в ситуации, где Хамас напал 7 октября на Израиль, и после мы знаем, что основные туннели Хамаса находились непосредственно под ближневосточным отделением ООН. Это серьезный удар на самом деле. Далее вопрос соблюдения санкций. Скажите, пожалуйста, а вот санкции, наложенные даже на уровне Совета Безопасности ООН касательно Ирана, касательно Северной Кореи, как они соблюдаются? Ну, учитывая то, что эти страны сейчас помогают Российской Федерации собственным вооружением, но, очевидно, проблема сейчас с санкциями, даже так званными легитимными, которые признавались и Китаем, и даже в свое время Российской Федерацией. Это как раз говорит о том, что, да, ООН нуждается либо в реформировании, либо в создании новой организации, и тогда ООН постигнет судьба Лиги Наций. Просто вопрос, когда это случится? Нужно ли дожидаться глобального конфликта, условно, Третьей мировой войны, и после его завершения создавать такую организацию? Либо, наоборот, все-таки сейчас предпринять действия и создать новую организацию, чтобы не было этой Третьей мировой войны. Но, я думаю, для безопасности всего мира второй вариант был бы лучше. Украина, кстати, предлагала концепцию Ю-24 для того, чтобы объединить 24 самые мощные государства, которые должны были за сутки среагировать на любую агрессию и остановить ее в зародыше. И, кстати, элементы этой концепции Ю-24 сейчас даже прослеживаются в соглашениях о сотрудничестве в сфере безопасности, которые мы уже подписали с четырьмя странами – Великобритании, Германии, Франции и Дании. И это как раз показывает, что, возможно, инициативы Украины и будут дальше распространяться, и, может, эти идеи и воплотятся в том числе в новые организации. Да, будет интересно за этим наблюдать, как реализовываются, возможно, предложения. По поводу саммита G20 стали говорить. Там, кстати, был и представитель России Сергей Лавров, глава МИДа. И вот его турне, который он посетил Кубу, Венесуэлу, потом направился на встречу министров, как раз-таки G20, его турне обернулось некоторыми проблемами, потому что местные поставщики горючего отказались заправлять самолет российского чиновника, который находится под санкциями США из-за российской агрессии в Украине. Как думаете, он и остальные его коллеги российские когда-то поймут, что их уже везде не хотят видеть и не любят? Зачем вообще Лавров продолжает летать на такие встречи, если на этом же заседании остальные 19 стран осудили войну России против Украины? Ну, вполне очевидно, что визит на такие площадки – это в том числе элемент легитимизации политики Кремля. Поскольку, что бы ему ни говорили, но Кремль для своей аудитории покажет. Вот смотрите, Лаврова же приняли, Лавров даже где-то выступил, он же летал. Ну, то есть мы понимаем, что это, возможно, элемент спектакля, но, тем не менее, это элементы российской дипломатии, которые используются постоянно. Я напомню, например, парламентскую ассамблею АБСЕ. Помните, когда делегации Украины с нашими партнерами встали, когда Лавров выступал? И Лавров тогда на английском языке сказал «оставьте меня одного здесь». То есть настолько была неприятная, напряженная ситуация, но, тем не менее, Лавров продолжал говорить. И это свидетельствует о том, что его не волнует сегодня, что думают о России, другие мощные страны, страны поменьше. Российская Федерация взяла себе план касательно продолжения агрессии, касательно реваншизма, и она его, ну, фактически не отступает от него. И здесь вопрос исключительно в том, насколько будут эффективны экономические санкции, поддержка Украины. Потому что мы понимаем, как только уменьшается поддержка нашей страны, Российская Федерация находит в этом дополнительную точку усиления. Этим тоже пользуются такие страны, как Иран, Северная Корея, о которой я уже вспоминал, и таким образом показывают силу автократий. Понятно, что такого нельзя сегодня допускать, и поэтому даже такие площадки, как G20, надо использовать максимально для того, чтобы показать недееспособность русско-мирского мышления, которое демонстрирует сегодня и Лавров, и весь кремлевский режим. Ну, если Лаврова не заправляют в Латинской Америке, то и для простых россиян тоже сейчас вводятся ограничения, их все больше и больше. Это, например, с 1 марта на технических остановках для таможенного контроля в Литве нельзя будет сойти или сесть на поезд россиянам. Таким образом, они лишатся последнего шанса попасть на территорию Европейского Союза по железной дороге. Но не опасно ли это решение для литовских властей, учитывая, что сейчас в странах Балтии боятся нападения РФ и даже готовятся к нему, укрепляя позиции? Ну, по сути, это является одним из контрдиверсионных элементов, которые внедряются сейчас Балтийскими республиками, поскольку ситуация действительно накаляется. И она накаляется как раз в преддверии выборов президента Российской Федерации. И очевидно, что готовятся провокации вокруг, ну, мы знаем, там буквально единичное решение о разрешении открыть избирательные участки. И я думаю, что там могут совершаться определенные провокации российскими спецслужбами. Плюс мы понимаем, что продолжают действовать комитеты особого влияния, которыми управляет Сергей Кириенко. Соответственно, его усилия сейчас направлены на координацию российских спецслужб. Мы понимаем, что это и ГРУ, что это и ФСБ, и СВР для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Не только, кстати, в странах Балтии. Я думаю, что их почерк сейчас виден частично и в митингах аграриев, фермеров на границе с Украиной. То есть, они точечно сейчас пытаются внести вот этот раздор между нашими странами. Поэтому ситуация, которая сейчас в Балтии, я думаю, даже это решение является частично запоздалым. Поскольку крайне тяжело сейчас действительно нашим друзьям из Балтии противодействовать той сети российских спецслужб, которые там сейчас, ну, фактически они зацементировались, они базируются на русскоязычных и пытаются играть этой картой. И в этом сейчас основная проблема. Очень похожая ситуация с гибридной агрессией, которая была и в вопросе Украины перед непосредственно нападением. Поэтому, да, страны Балтии определенно боятся. И этому есть сегодня серьезные основания. Ну и боятся, кстати, не только в странах Балтии. Это я говорю о том, что в США сейчас призвали американцев не посещать Россию из-за угрозы задержания. Действительно ли с паспортом штатов сейчас опасно приехать в Российскую Федерацию? Ну там же ситуация, как сейчас с этой американкой, да, там 21 год, которую задержали лишь за то, что она перечислила сумму, я могу ошибиться, но там в районе 50 долларов на поддержку Украине. Ну это же полный абсурд. То есть мы понимаем, ранее задерживался американский журналист. Что ему вменяли? Шпионаж? И даже прошение Такера Карлсона во время интервью Путину не поменялось ситуацией. Да, сейчас очевидно, что американские граждане, да я сказал бы на самом деле и граждане Европейского Союза, лучше им не соваться в Российскую Федерацию, поскольку там присутствуют все признаки все-таки довершения диктаторского режима. И очевидно, что и выборы будущие будут новым элементом этого процесса. И я, кстати, не исключаю, что после выборов Путин все-таки усилит мобилизацию среди российских граждан и будет набирать не по 30-40 тысяч в месяц, как это сейчас происходит, а гораздо большими темпами, что как раз может свидетельствовать о подготовке к открытию нового фронта, не только в вопросе войны с Украиной. Поэтому лучше не соваться в Российскую Федерацию. Считать, что сейчас, ну, пока эта точка недостижима до изменения политического режима в Кремле. Ну, давайте продолжим тему токсичности России несколько с другого ракурса. Так вот, Армения заморозила свое участие в организации договора о коллективной безопасности, так называемого ОДКБ, где доминирует Россия. Об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу «Франц-24». Но вот очевидно, да, токсичность России, очевидно, что от нее отворачиваются уже бывшие союзники. Вот как по-вашему, насколько премьер Еревана может быть заразителен, ну, скажем, для тех же союзников по ОДКБ стран Центральной Азии, к примеру? Ну, целиком и полностью на самом деле, поскольку, кстати, Армения, она еще играет роль одной из перевалочных площадок, которая позволяет обходить Российской Федерацией санкции. Поэтому вот это будет поворот, когда Армения еще и тут может прикрутить краник, даже после вопроса ОДКБ. Но все-таки мы должны понимать, что с самого рождения эта организация, она была мертворожденной. Она базировалась на мифе силы российской армии, на этих рейтингах, что все-таки вторая позиция среди всех армий мира, помним этот рейтинг Global Firepower, плюс ядерное вооружение, конечно же, но, как показала война с Украиной, ну, не так все легко. И взять Киев за три дня не получилось. Вот уже проходит два года с момента полномасштабного вторжения, но усилия все равно не приносят желаемого результата. Ну, плюс в Армении, конечно же, есть вопрос, не забываем, Карабаха, который, я так понимаю, Армения надеялась, что Российская Федерация будет закреплять все, чтобы отделить эту территорию навечно от Азербайджана, но ситуация, как мы помним, обернулась в другом русле, и Азербайджан смог вернуть под свой контроль международно признанную территорию. Поэтому Армения в этой ситуации лишь показала, что, ну, она, скажем так, купила акции не той организации, не той компании, и акции эти стали уж очень мелеть. И поэтому в этой ситуации, вполне очевидно, сотрудничество Армении и Российской Федерации также ожидает похолодания. Но, я же говорю, вот этот еще экономический аспект обхода санкций, я думаю, он еще продолжает сегодня, скажем так, держать отношения двух государств от полного раскола. Ну, кстати, Пашинян, кроме того, в этом интервью сказал, что Баку воспринимает сегодняшнюю Армению как западный Азербайджан, это цитата. По его словам, президент Ильхам Алиев не стремится к подписанию мирного договора, а желает захватить новые территории Армении. Кроме того, глава правительства Армении обвинил Россию в дестабилизации ситуации в стране. Вот как вы считаете, что вы можете сказать о ситуации в регионе, с точки зрения вероятности новой эскалации? Ну, мы видим же, что недавно опять произошли перестрелки. Министерство обороны обоих стран, конечно же, озвучивали обвинения в адрес оппонента. Но все-таки, несмотря на эти все перестрелки, все-таки два государства, они движутся к подписанию действительно определенного мирного договора. Для Азербайджана сейчас является важным изменение в Конституцию Армении, для того, чтобы исключить оттуда свои территории, как они считают. Но Пашинян тоже ищет сейчас поддержки, поддержки, очевидно, стран Запада, Соединенных Штатов Америки это чувствуется в этой ситуации, поскольку он понимает, что сильные уступки Азербайджану могут стоить ему непосредственно власти. И мы уже видели, кстати, российское влияние внутри Армении, которые пытались использовать этот момент для того, чтобы поставить выгодную для себя власть. И эта ситуация качалась очень серьезно, и в том числе после отхода армян с Карабаха. И мы это помним. Поэтому ситуация, на самом деле, она могла бы быть гораздо лучше, но та же Российская Федерация сейчас пытается дестабилизировать там ситуацию. Но помимо того, что там Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию, говорят, что и в Молдове есть внутренние проблемы, связанные с гибридной войной, которую ведет там Россия. Об этом сказал премьер Молдовы Дарин Ричан. Он под гибридной войной подразумевает дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, которые вмешиваются в политику и пытаются как раз-таки способствовать дестабилизации. В Молдове какие цели преследует Путин? Просто чтобы расшатать стабильность в странах вокруг Украины? Или какие-то другие цели? Ну, на самом деле, на самом деле, вот если вспомнить даже последние года, в Молдове даже вот эта гибридная агрессия со стороны Российской Федерации, она даже перманентно усиливалась. Несколько есть направлений. Причем основной удар идет не с точки зрения геополитики, там геополитических взглядов жителей Молдовы, а с точки зрения там социально-экономического состояния, вот газовый аспект. Также вопрос Приднестровья. Вот в 2022 году была там определенная эскалация, которая могла развиться в нечто большее. Помню, это либо конец апреля, либо начало мая. В 2023 году практически через год ситуация повторилась там с обстрелами якобы Приднестровья, там и начиналось, ну, фактически претензии к Молдове. Сейчас мы видим опять повторение ситуации уже там 28-го числа, якобы что-то, какие-то решения должны выноситься по поводу Приднестровья, то есть мы видим уже и территориальный фактор, который также может сыграть. Но мы должны понимать, что сейчас делаются все усилия, чтобы сбить рейтинг Майи Санду. Ее будут переизбирать в ноябре месяце. Соответственно, будущее сейчас, будущее Молдовы как члена Европейского Союза, про НАТО мы не говорим, Молдова нейтральное государство, но все-таки члена Европейского Союза, сейчас очень многое зависит от второго срока Майи Санду. Сможет ли она все-таки получить заново мандат доверия? Ну и Российская Федерация делает все, чтобы эту ситуацию сейчас не в ее сторону повернуть. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть планы и по непосредственной военной инвазии. Да, действительно это так. Но благодаря все-таки силам обороны Украины, уничтожению ряда больших десантных кораблей, которые могли быть использованы для высадки десанта на юге Одесской области и дальнейшего хода, соответственно, в Молдову, ну, очевидно, эти планы придется точно о них забыть. Но такие риски все равно они могут оставаться. И мы понимаем, что фактор Приднестровья, он остается как все-таки место кровотечения, на которое постоянно Российская Федерация давит. И учитывая, что они принимают часто алогичные действия в Кремле, имеется в виду, то вполне может быть, что и даже определенные темы по аннексии даже Приднестровья могут быть сказаны в Кремле. Я этого не исключаю. Но наш ГУР все-таки заявили, что это больше фактор влияния непосредственно на Молдову. И пока, якобы, таких планов у Российской Федерации нет. Игорь, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Игорь Челенко, политолог и глава Центра анализа и стратегий. Спасибо.